В 1765 году Джеймс Кук случайно заплыл в Австралию. Его съели. В 1598 году Джерн Дана Брунна открыл закон движения планет. Его сожгли. Джанна Дарнг тоже однажды повела себя не как обычная гражданка. Но вы помните, что с ней случилось. С чем же они все были схожи? Не буду томить, им не повезло. Они слишком выделялись из толпы. Мы с вами не Джеймс Кук и не Джанна Дарнг. Но ослабляться не стоит. Тем, кто не выделяется, тоже не всегда везет. Итак, почему я не Джеймс Кук? Во-первых, потому что я не заплывал в Австралию. А во-вторых, потому что в детстве бабушка мне говорила. Вот видишь, во дворе мальчик Коля. Он хороший. Он моет ручки перед едой. Делай, как Коля, и тоже будешь хорошим. И я делал. А потом в мостовой огонь подливала мама. Мишенька, ну ты же понимаешь, что ты должен делать так, как говорит твоя учительница, Аналия Ивановна. Аналия Ивановна громовым голосом говорила. Дети, вы должны хорошо учиться, чтобы поступить в институты и анализоваться в жизни. Мы все поступили. А потом... Папа никогда особенно не занимался моим воспитанием, но когда я поступил, он искром не радовался. Вот видишь, теперь у тебя тоже появится возможность получить хорошую специальность. Тоже, 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 тоже. Слишком много тоже. Тоже, я не хочу, тоже. У вас может возникнуть ложное впечатление, что я бы называю вас быть не такими, как все. Вовсе нет. Да. Это настремленное мнение многих, особенно молодых таких. Но, стремление быть таким, как все, приводит к такому же кналку, как и тоже, только еще быстрее. И феномен этот наблюдается на всех уровнях. От отдельных личностей до целых государств. Начнем с личности. Иду я как-то по городу, а настраничение люди, люди, люди. Все стремления статистические. А дальше вижу мальчик, тоже стремление статистический. Только волосы у него цвета, вот как у вас, девушка, в пятом ряду, кофточка. Да. И как-то неестественно, высоко подняты над головой. Подкажу ближе. И вижу его ухо. Точнее, челленд уха. Если бы между ушами не было головы, то я бы личный брицел. Иду дальше. И уже загадя вижу очередного среднестатистического прохожего девочку. Что бы вы думали? Такой же брицел. Только калибр побольше. И вот так все люди, люди, люди. А сами не статистические мальчики и девочки. В общем, давно такого у нас хватает. Да. Кстати, про добро. На рот у нас очень добрый. И не такой, как все. Особенно много таких добрых людей можно встретить на рынках. Недавно я видел парночку. Стоит один добрым-добрым. Глаза большие. Искреннее. Подходит ко мне и говорит. Слышь, чувак. Дай пять гривен на паноест. Ну, пожалуйста. Еще и вежливый. Ну, человек. Все для других. Все для других. Себя даже на паноест не оставил. Конечно, сердце мое защелило. Я думаю, человеку с шинокой душой. Пять гривен. Сколько же у нас людей с шинокой душой? А ведь были такими, как все. Наверное, как и я. Ходили в школу, поступили в институт. А потом друг подобрели. Занялись благотворительностью. И сейчас, наверное, не такие, как все. Ну, а те, кто в школу не ходил, институт не поступал, те страна уже стали не такими, как все. Так, к чему же мы прошли? Мамы, папы, бабушки, школы, институты. Счастливая и интересная жизнь, которую готовило нам общество. Или снять серый костюм, сделать анакез, туннели в ушах. И в порядке добро ты стать странствующим бомжом. На этот вопрос должен быть ответ. Нас детство учит смотреть вокруг, если действительно себя с обществом. Мы очень хорошо умеем смотреть вокруг себя. Но забываем иногда, что нужно заглядывать и внутрь себя. Только увидев себя изнутренней, заветев тот маленький огонек, который ограничивает нашу индивидуальность, мы сможем жить своей жизнью. Не пытаясь быть как все, или не такими, как все. Огонек есть во всех. Жене Дан, Жене Секуки. Жене Даном, правильно? Он был слишком сильным. Я хватил их целиком. А большинство разделет. Маленький. И теряется. На фоне общего сучения. Но стоит только позволить себе заглянуть внутрь на себя. Пошелить пальцем, как огонек ваша индивидуальность разгорится. И вы перестанете быть хорошими или плохими мальчиками и девочками, мамами и папами, бабушками и дедушками. Перестанете быть не такими, как все. Останете вас сами собой. И тогда ваша индивидуальность садится совсем сущим. И разгорится ярким светом. Аплодисменты.